У нас с тобой разбавитель, ты знаешь. Чисточку там не моем. Только маканием берем жидкость. Взяла жидкость, взяла белильца. Положи картинку, чтобы можно было видеть ее. Ну, сюда положи и все. Ее можно пачкать, потому что с этого втирается прекрасно. Значит, взяла. То есть вместе с небом целиком, весь, всю площадь. Взяла вот это дело. И пока просто перепачкала идеей множества колебаний. Это у нас кусок у нас. Идеей, да, множества колебаний. Вот так. Лодочный характер укладки. Лодочный. Лодочный. Игнорируешь камни пока. Создашь среду обитания. Ты видишь, я пользуюсь странным способом укладки, да? Вместо того, чтобы нормально раскрашивать, я делаю против шерсти кисти. Это создает достаточно хорошее звучание всех этих колебаний. Давай. Полностью скрыть все. Тонарин. Вот, слушай. Хотя бы вот этим цветом. Просто тупо вскрыть. Там светлее, да. Тут чуть-чуть видна поколебленность. Чем ближе, тем больше видна поколебленность. Дело в том, что в негустое состояние мастихину сложно вкладывать что-то. Ему сухо. А вот в эту кашу, смотри, он прямо как с родной с ней тут же начинает союзничать. Без такого усердия, которое ты проявляешь. То есть, поспокойней, поспокойней там. То есть, там нет больших колебаний. Те крупные колебания здесь. Ну и тем более, что там, в принципе, невысокий характер колебаний. Ну, кашисто. Так, чтобы вещество было. Давай. Мастихинище. Возьмем розовый. Возьмем коричневый. И то, что у нас. Скалы. Начнем их набирать. Если хочешь, чуть-чуть оставим. Оставим. Значит, тогда вот это вот вверх будет здесь. Плюс розовинки. Вот наши мозочки сюда. Вот они, вот они. Смотри. Вот оно. Вот оно. Вот характер укладочки. Вот он. Вот он. Вот он. Вот такой. Ну и будешь уже сейчас бирюзовенького надарим. Его там много. Так, бельица себе тоже будешь поддавливать. Все это лежит на столах. Так что, если что, добираешь со столов красочку. Сейчас только мастихин. Где картиночка? Да. Переходишь на мастихин. Вот они. То есть пишу одновременно это и это. Вот такое. Вот такое состояние укладки. Если надо, розовенькое состояние. Вот они. Вот они. Но начни не с мелкого, а с крупного. То есть сначала просто нашвыряй, нашвыряй вещества. Ты видишь, краской густо набрана картина. Поэтому нашвыряй, нашвыряй. Вот с этими наплывами краски нашвыряй, нашвыряй. Хорошо? Хорошо, попробуем. Давай так. Размешанность дала невкусное звучание розового. Где белило? Есть. Мы с тобой уже освоили. Есть еще движение просто, смотри. Просто оставленные мазочки вот так. С одного прикосновения. Не вот эту, а вот эту. Как бы вспять, да? Вспять мастихин укладывает. Вот такое. И резьба, 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 резьба множества. Цветный. Да. Доразмешивать краску обязательно. Смотри. Чтобы вот этот полосатый характер прекратился. И пришло уже не полосатое. Оно и так там поперемешается. Станет частично полосатым. И синечка. То есть вот это вот ультрамаринчик. И вот так в три цвета начинаем набрасывать это добро. Мигание одного цвета, другого третьего. Все доразмешивать обязательно. Доразмешивать. Вот оно. Вот оно. Ты видишь, синюшка, она иная, чем бирюза очень. Хотя они близкие по холодности. Но она совсем иная. Вот оно пусть мигает. То синюшка, то бирюзюшка, то розовюшка. Потом, глядишь, еще и оранжевюшку подбросим. Блюдца этих листьев, кувшинок. Они должны все-таки быть вот этими. Вот этими. Сочвяком. Смотри. Чирк-чвяк. Чирк-чвяк. Сочвяком. Вот такими должны стать. Не маленькими листиками, а все-таки идея продолговатого. И если уж ты взялась за розовый, то розовый пусть пробежится везде. Не такими отдельными струями. Везде понашвыряла этот розовый. Если взялась за бирюзовый, то везде прошлась бирюзовая. Кроме того, первые проявления света создать. Можно взять этот тадный красный свет, который алый по звучанию. И первые проявления света ломанно укладкой, ломанной укладкой начать создавать. Ломанной, ломанной. Хорошо? Рубленной, ломанной. Не должно быть внятно косого состояния. А если косое состояние, ты видишь, стайка рыбок поплыла вверх. Поплыла вверх, поплыла вверх. В меньшей степени здесь, сильно здесь. А это все горизонтально. Стайка этих рыбок могла бы поплыть, но поплыть скорее по другой траектории. Вот по такой. Но при этом сама стайка укладывается очень горизонтально. Не по косой. Не по косой. Очень горизонтально. Но зигзаг, который создает она, может иметь косой характер прибоя. То есть прибой движется вот этими ступенями. Ступень одна, ступень другая. Но сами мазочки очень горизонтальны, не по косой. Очень горизонтальны. Но вместе создают косой уклон прибоя. Итак, создать идею косого уклона прибоя, но сами мазочки только горизонтальны. Стайка рыбок не должна двигаться по этой траектории. Должно быть все очень горизонтально. Просто дополнишь то, что ты положила, дополнишь внятно горизонтальными, а может быть даже и противостоящим направлениям, чтобы сбить этот уклон. Чтобы его сбить. То есть это все должно лежачи-лежачи. Никакой стайки вверх. Но зигзаг ступени могут создать из биржа. Да. Деревце тоже наметим. Голубой, желтый. Вот такое деревце. Макательно-моделировательно насадишь его. Светики доуточнишь. Желательно периодически на палитре создавать условия. Значит разжижения тебе больше не нужны, ни чуть-чуть. У тебя все больше не разжижено, ни капли. Нам нужна вязкая краска. Видим? Очень густая работа. Нужно слезачку. И укладываем по направлению, по нужному направлению. Рублено, рублено. Где-то мигнул розовый в большей степени, где-то мигнул желтый в большей степени. И рубка формы. Вот они. Вот такой пластилин краски. Ты видишь, сколько света сразу появилось в картине с появлением этой рыжести, оранжевой разбеленности. Да? Прямо свет, свет. Хороший смотри. Свет, свет. Смотри, теневые, теневые любят сиреневизну. Мне пока свет, свет. Смотри. Теневые любят сиреневизну. Белые в тени в солнечный день, особенно сиреневат. Поэтому вместе с сиреневизной будут рефлексы то зеленого, то еще какого-нибудь. Все вместе будут создавать идею теневой. Внятная разница между теневой и световой и теневая любят сиреневизну. Поэтому везде, где у нас теневая, сначала сиреневизна, а потом внутри сиреневизны. Всякие рефлексы теплого. Но внутри сиреневого. То есть сиреневый в основе, а рефлексы, вот эти отражатели света, всякие, якие. Ну и внятно темнее, чем сиреневая. Ну давай. У меня рисунка. Ну, захотела, сбрила, сбрила, переместила. Вот у тебя здесь теперь будет море. Понимаешь? Зачем? Что тут рисовать? Смотри, смотри. Сначала создашь вот это. Вот это. Я бы не стал доходить до края, как и он не стал доходить. Значит, сюда загнать море. Сначала вот это. Вот это. А потом уже к этому можно прибавить какие-нибудь вот такие-нибудь. Цветы, на случай. Да. Уже таким, с очвяком. С очвяком. Смотри, смотри, смотри. Режу, режу, режу. Так. Светлый каменюкачка раз. Вырезала его. Светлый каменюкачка вырезала. Уложила. 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 То есть на плоскости разбила. Очень хорошо лепишь. Очень хорошо. Давай туда тоже еще понагнетай, понагнетай. А небочка-то будет. Значит, что касается небочка. Что-нибудь облаковидное бы туда подсунуть. Периодически создавая условия для чего-нибудь. Ну, тогда темп в работе может быть сильно сдержан. Вот такое что-то вдоль воды. Что-то там несется. И все это заслонено новичком. Тающим, тающим пространством. Вот такое что-нибудь с уклоном. Очень вкусно все. Ну, давай в том же духе. Все правильно поступило. Все, все умненько. И с Ветиком тоже тогда легкую теплиночку. Легенькую такую. Сейчас, сейчас, смотри. И с желтотой, и с краснотой. Такую охренную теплиночку. Чуть-чуть тоже подсунуть. И все вместе оно будет идеально. Ну, так ты же идеально кладешь. У тебя и скалы, и все. Идеально. Я смотрю вот каждый день. Моюсь каждый божий день. Пока все сюда. Руками первый раз. Да? А-а-а. Ну, смотри. Масло вижу первый раз. Смотреть тоже полезно. Нет. Я, кстати, это заметил по нескольким случаям. Нет, смотрит, смотрит, складывает, складывает. У меня есть несколько человек, которые очень много смотрят то, как я делаю. Да. И очень мало рисуют. Но когда они начинают рисовать, и они тоже это замечают, вдруг оказывается, что они выросли на целую голову. Нет, это все... То есть это нормальное явление? Нет, это нормальное явление. Где кархимулы? Форму. Или придаст. Угу. Так, ну, скалы-то у нас более-менее сделаны, а вот задник... А задник тоже нет. Так догадалась, но поводит. Смотри, в мутату. В мутату, да. Но эту мутату чуть-чуть... Подтелить. Не-не-не. Рифленкой вот этой вот... Риф... Фактуркой поддержать. И вот оно, море почти срослось по тональности с небом. Но при этом, за счет того, что у него другая структура, за счет того, что у моречка у нас структура рыхлая, творожистая, у нас появился, появилась идея, дали море и дали небо. Я взял большие мастихи и еще насаждаю вот эти звуки. Вот эти. То есть, чем дальше клеим горизонты... Все, смотри, у нас дальник сел, видно рябость, но мало видно. Ну, а мы не можем ее много увидеть. Да. Вот это мы расставим. А здесь эта рябость чуть различима. Поэтому дополнишь, дополнишь вот этой мелочевкой. Но при этом, чтобы все-таки цвета-то отчитались и розовый. Чем ближе, тем читабельнее. Здесь полузвуки. А там общая тональность общая. А здесь более... Вот они здесь чуть читабельны. А здесь все более читабельны, аж до такой степени, как у тебя. Вот этот чирк и чвяк. Чирк и чвяк. Смотри, какая вкуснятина, правда? Да неужели нет. Нет? Кто-то сомневался. А я вот нет. Конечно, садоверить. Каналис красивый. Ты прямо как у Лопе Де Ве, да? А я так нет, да? Нет, уже не я. Ты раньше садовка. Фразу вспомнил. А я скажу, а я так нет. А чем ближе идет горизонт к линии неба, тем светлее. Ну, здесь это почти не актуально, потому что там вот такая полосочка, это не актуально. Ну, вот края, да, чуть-чуть темнее, нормалев. Ну, а если допустить, что больше холода, где дальше пошло небо, мы уже в церкви связи тоже. Не-не-не, мы адаптируем в эту композиционную затею. У нас там все в порядке. Вот такое, вот какое-то такое, и не надо ничего более. Ладно, можем смотреть. Смотри. И вот такая полосочка, посмотри, вот читается темненькая, смугленькая полосочка. Она рассказывает о горизонтали. Там еще менее различимая. Они рассказывают, здесь даже, может быть, рассказывают о каких-то пригорках, горах. До наполнить абсолютно вот эту сухомятку холста, до закрыть, до упаковать краской. То одним цветиком, то другим, то третьим. До упаковать, упаковать. То есть выбрала какой-то цветик и пошла бомбить. Потом взяла бирюзовенький, пошла бомбить. То есть до бомбить. Здесь всюду должно быть вещество. Вещество уложенное густо. Так же, как вот в скалатке. Эти вещи. Каменюка – это некоторый характер гранита. Такой вот осадочный характер имею. Создаем эту осадочную идею. Берем. Такой вот. Такое спасибо. Такое спасибо. Кроме идеи, горизонтали, у нас есть еще идея фиолетовых мотивов, которые могли бы дополнить вертикалями. И ты видишь, как-то так уместно вкладывается. Тональность, ты видишь, почти совпадает их. То есть почти неразличима разница тональности. Очень темная под самой скалой. То есть отделить скалу очень темным очерчиванием. Можно пустить это очерчивание по высоте. То есть сделать идею отражения. И потом перебить горизонтальной укладкой. Будет дополнительный эффект и трюк. То есть вертикаль отражения, перебитая горизонталью плоскости, звучит. Но очень красиво и без тогу, поэтому если что, просто вот такими ступенями. Ступенями, зигзагообразными. Идеально будешь писать, у тебя все идеально. Ну что ты, это ж невооруженный мне даже глазу видно. А у меня вооруженный. Супер. Мечталась. Супер. Смотри, как здесь. Смотри. После обеда сахара. Вместо ужина сахара. И, пожалуйста, все ум и диета. А диету назовем сахара. Конечно. Ну, почка. Ну да, тут боятся не будут. Я-то еще такой-то... Ага. Сейчас я попривыкну. И будет разводить плечо. Смотри, как сладенько. Сладенько. Вот тут вот непонятно, что это. У тебя там очень красиво. Я такой, чтобы вообще бы не трогал. И форма там все в порядке. Как-то ее и вторую. Вплоть до того, что вообще не трогать. Настолько хорошее место. Очень хорошее, да. Значит, посмотри. Я сделал цельную, да? Да. Вот цельности не хватает. Не хватает цельности теневого пятна. У меня цельное теневое. Понятно. Цельное световое. Слишком этот кричащий звук. Хочется, чтобы... Ну, как вот теневая цельная. Пригасить. Да. Давай. Нет, все отлично. Все отлично. Если ты действительно маслом сейчас первый раз... Первый раз в жизни. Это слишком хорошо. В жизни. Это слишком... Да. Хорошо. Ну, у меня все есть. Я заказала. Мне надо привезти. У вас заказала. Вот прям что-нибудь. Я здесь ничего полить не замазала. А два дня ждать, пока блескнуть мочью. Я прям завтра. Правильно. А на чем? Что на белочек? Потом замужем. Ты можешь взять гуашевые краски, взять, ну, или акварельные, взять клей ПВА и сделать грязюку. И все. И все. Клей ПВА станет пленкой. Курсом. Важно на последнем этапе не перестараться. Правильно говоришь. Именно по своему этапе. Тут доткнул, тут доткнул. Руки дуят и портил. Не портить. Не доводить до пятерки. Удовлетвориться четверочкой. А иногда и троечкой. По мере с каждой новой картиной есть надежда на то, что будет все лучше и лучше. Вот тогда и будут пятерочки. То есть работать в свой уровень, но самое главное в свое удовольствие. Чтобы не пытаться сегодня сделать так, как прилично будет сделать через некоторое время. Потому что это желание сделать супер, сверх всех поразить вокруг, это ведет всегда к творческой трагедии. А оно нам, по-моему, не нужно. Ты понимаешь, когда маслом... Маслом берешь в руки, маешь вещи. Да, и по-моему, что это... Можно отмечать сняться вообще? Как эти? Синчики. Да? Даже были. Пошло на шоу. Такие были, вот такие... А это чтобы не мешало. Будет. Вот это, значит, вот эта работа высохнет, видите, на пыле внизу. Когда она полностью, 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 где-то через полтора месяца просохнет окончательно, возьмешь наждачечку, пройдешься, действительно, колючку содрала, все, и у тебя очень хорошее самочувствие на картине. Даже уже по лаку или лаком уже пошло? Не надо, зачем лаком? Ей покрывать лаком не надо. Вот первый сеанс, он вообще не требует покрытия лаком. Вообще не. Ну, уже, ну, молодец, вообще. Супер. Может быть, здесь скучный край. Да, вот какой-то вот я его... Ну, не с руки как-то мне его... Я его подрезала, вырезала. Покажи, как ничто, ага? С характером. Пусть будет ступенчатый. Да, да. Вот такой. Смотри, нет. Ну, это, конечно, большое вам спасибо. Ну, во всяком случае, теперь мой голос будет для тебя уже не посторонний. Не голос постороннего человека, а человека, с которым у тебя уже есть какая-то ментальная, метафизическая связь. Кстати, вот еще прикольный момент. Все, все, все. Кинь как бы отгибает. Кинь. Рецепт. 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 Все. Нормально.